По версии следствия, в поликлинике существовала практика приписок по диспансеризации, причем в больших масштабах. В медицинских картах неревчан результаты медицинских обследований, которые на самом деле не проводились. Эти же данные фигурировали в отчетах для Фонда обязательного медицинского страхования. За каждого обследованного поликлиника получают около 1 тысячи рублей. Как считают следователи, таким способом работники поликлиники пытались выполнить план по диспансеризации, установленный Департаментом здравоохранения. При его выполнении руководство получает благодарности премии, в противном случае порицание и дисциплинарное взыскание. Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении с заведующей поликлиникой. Идет проверка на причастность к делу других руководителей больницы. В настоящее время следствием установлено, что однозначно 80 человек данную диспансеризацию не проходили. Согласно данным, полученным в результате проведения оперативно-расследовательных мероприятий, таких граждан около 800 человек. В настоящее время установлена также приблизительная сумма ущерба, которая привлечена Фонду обязательного медицинского страхования по Костромской области. О медицинских приписках мы уже неоднократно рассказывали в нашем эфире. Сразу несколько костромичей поделились своими историями о том, как в их медкартах появились записи о приемах у врача, диагнозах, лечении. Хотя пациенты в эти дни поликлиники не посещали. В одном случае страховая компания уже закончила экспертизу, которая подтвердила фальсификацию, и деньги, полученные за несуществующий прием медучреждению, пришлось вернуть. А вот итогами проверки Неревской поликлиники заинтересовался не только ФОМС, но и правоохранительные органы. Добавлю, это не единственное уголовное дело, которое возбуждено в области по факту приписок.